вот здравствуйте уважаемые ребята и сегодня мы с вами разбираем сегодня мы с вами разбираем осмотр и пальпацию органов здорового человека это очень важное событие осмотр и пальпацию органов здорового человека еще на прошлой неделе когда я вам читала лекцию говорила важность именно расспроса больного да и важность физикальных осмотра физикального осмотра дабы вот этот осмотр дает нам более чем 80 процентов верного диагноза и сегодня мы начнем с вами разбирать обследование щитовидной железы а вы видите да вот я обследую щитовидную железу во время карантина мне пришлось обследовать своих детей и снимать видео обследование снимать лекции картинки и вот видите что я делаю я пальпирую щитовидную железу двумя пальцами и вообще при любом осмотре физикальном осмотре проведение физикального осмотра вы должны идти поэтапно и всегда первым этапом является осмотр исследуемого региона да области исследуемой области затем идет пальпация затем перкуссии затемט культация вот-вот обязательно нужно хранить а вот эту последовательность только 2 органа о которых мы поговорим позже ну к печени и селезенка сначала перкутирует и затем только пальпируется остальные все органы они сначала осмотрятся затем пальпируются перкутируется и скультируется при осмотре В области щитовидной железы вы должны обратить внимание на наличие зуба, есть зуб или нет. Если есть зуб, то вы оцениваете, он диффузный или узловой, локализацию узлов при их наличии, подвижность железы при глотании, просите больного, пожалуйста, глотните и смотрите подвижность увеличенной железы. Очень важен осмотр лица больного, например, эутериоидное состояние. Это означает, когда у нас функция щитовидной железы в норме, несмотря на то, что он увеличен, но это может быть с нормальными Т3-Т4 уровнями. Тогда мы будем это состояние назвать эутериоидным состоянием. У больного будет спокойное лицо. При гипотериозе, при уменьшении функции щитовидной железы, амимичная, а дутловатая, больной будет полноватый. При теретоксикозе, наоборот, больной будет беспокойный, худощавый, широко раскрытыми глазами, неиспуганным взглядом. И иногда при осмотре пациента за грудинным зубом, иногда видно набухание подкожных вен шеи, передней поверхности грудной клетки. Чаще всего это характерно для диффузного узлового зуба. Иногда может быть реакция со стороны глаз в виде птозы, миозы, анафтальма. Вот посмотрите, пожалуйста, перед вами двое женщин. У одной гипотериоз, у другой гипертиреоз. Гипотериоз – недостаток защитовидной железы. Вы знаете, мы находимся в регионе эндемичному по йоду. У нас недостаток йода и в почве, и в воде недостаток йода. Мы говорим, что йода много в морских продуктах. Откуда в наших рыбах йода, если у нас в воде нет йода. И поэтому обязательно нужна программа по йодообеспечению населения. И вот чаще всего у нас бывают такие гипотериозные состояния. Видите, амимичное лицо, безучастное лицо, она грустненькая, у нее сухая кожа, выпадают волосы, гиперхолестериномия, склонность к ожирению. Уже по внешнему виду можно сориентироваться, что этого человека не достает йод. А вот другая, например, посмотрите, пожалуйста, гипертиреоидное состояние. Мы видим диффузно-токсический изог. Это болезнь Грейпса называется, когда зашкаливают Т3-Т4 уровни гормонов щитовидной железы. И вы видите, как они отражаются. У больного высокий метаболизм, худеют, еще происходит накопление в ретроорпитальном пространстве гликомукопротеидов, происходит оттек ретроорпитального пространства, который сдавливает глазные яблоки, и они выпячиваются. Ну вот такое пачеклазие может тоже быть характерно для гипертиреоза. То есть в норме даже, в норме говорю, вот в такой патологии даже врач просто посмотрев может поставить диагноз. Это очень важно, ребята. Исследование. При исследовании, при пальпации щитовидной железы нужно обратить на размер, определить консистенцию, подвижность, болезненность, наличие узлов или диффузного увеличения, а также смещаемость при глотании. Сейчас я вам покажу. Если вы помните с курса анатомии, да, ребята, то вы помните, что щитовидная железа, она состоит из чего? Из долей, да, вот видите, я рисую доли, да. Вот, ну, нехорошо получилось, но, в принципе, да, доли, и две доли, и перешей, да. Вот когда вы пальпируете, обязательно нужно сначала пропальпировать перешей, и затем вы отодвигаете, видите, стерноклеидом остеетез, и с обеих сторон вы пальпируете доли щитовидной железы. При пальпации обязательно нужно посмотреть, какой же размер, а какого же размера должна быть щитовидная железа. Вообще различает две степени, ну, вообще три степени зоба. Нулевая степень, когда зоба нету. Первая степень, когда размеры доли больше дистальной фаланги большого пальца. Да, ребята, что значит? Вот дистальная фаланга большого пальца больного, врач сравнивает с дистальной фалангой. Это доли, размер доли. А размер перешейка должен быть поперечник этой дистальной фаланги больного, да, вот примерно, видите, анатомически они схожи. Если больше этого, то мы говорим, что уже первая степень идет, да. А если зоб пальпируется и виден уже на глаз, видите, вот на третьем рисунке, то это будет говорить о второй степени зоба. Следующее, мы говорим об лимфатических узлах. Осмотры пальпации лимфатических узлов имеют важное значение. В организме имеется более 700-600 лимфатических узлов. Они, некоторые находятся во внутренних, вокруг внутренних органов, да, составляя конгломерат. Некоторые находятся снаружи. И, конечно же, мы с вами будем пальпировать доступные лимфатические узлы. Какие же доступные лимфатические узлы? Их 7, ребята. И давайте мы разберем. Первая группа лимфатических узлов – это затылочные лимфатические узлы. На практических занятиях вы будете это все отрабатывать. И вы видите, что я стою напротив пациента, и мои руки находятся в затылочной области. Я пальпирую подушечками пальцев. Обратите внимание, что ногти должны быть острежены, ребята, да, у пальпирующего пациента, у пальпирующего доктора. И руки должны быть теплые. Далее, что мы делаем? Пальцы левой и правой руки ощупывают пространство выше, ниже края затылочной кости. В норме, ребята, запомните, что затылочные лимфатические узлы не пальпируются. Далее, следующая группа лимфатических узлов – околоушные лимфатические узлы. Видите, за ушами и перед ушами я пальпирую. Что я делаю? Я пальпирую подушечками пальцев. Далее, нижнечелюстные лимфатические узлы. На третьей картине, смотрите, нижнечелюстные лимфатические узлы. Для того, чтобы пропальпировать эти нижнечелюстные лимфатические узлы, что мы делаем? Мы должны сначала одной рукой я фиксирую голову, да, что делаю? Больной должен расслабить шею, я фиксирую голову, наклоняя в сторону пальпируемой поверхности. Далее, другой рукой я иду под челюсть, беру, как за грибушки, беру лимфатические узлы, прижимаю к нижней челюсти, прокатываясь по ним подушечками пальцев. То же самое обязательно нужно проделать с другой стороны. Обязательно, видите, наклоняя в сторону исследуемой поверхности. Следующее, подбородочные лимфатические узлы. Для этого тоже я беру одной рукой голову пациента, наклоняю, да, иду в подбородочную область, беру за грибушками лимфатические узлы, прижимаю к подбородке, прокатываясь по ним, и если они пальпируются. В норме околоушные лимфатические узлы и подбородочные не пальпируются, в норме могут пальпироваться нижнечелюстные лимфатические узлы, но они должны быть небольшие, мягкие, консистенции. Следующая группа. Для этого нам нужно знать стерноклейдомастейдез, мышцу, да. Спереди от стерноклейдомастейдез лежат группа переднешейных лимфатических узлов, которые, в свою очередь, могут быть верхними, средними, нижними, а сзади находятся заднешейные лимфатические узлы. Обязательно тоже видите, вы проходите по всем лимфатическим узлам, пальпируя ее подушечками пальцев. В норме тоже не должны пальпироваться. Следующая группа лимфатических узлов – надключичные и подключичные группы. Согласно названию, над и подключичные лимфатические узлы располагаются в ямках надключичных и подключичных ямках. Вы можете видеть, в надключичных я пальпирую и в подключичных ямках я пальпирую. В норме эти узлы тоже не пальпируются, ребята. Если есть наличие этих узлов, пальпируемых узлов, то вы должны заподозрить рак желудка, чаще всего мы называем это верховские метастазы. При раке желудка они могут становиться пальпированными вследствие метастазирования в лимфатические узлы. Далее, подмышечные лимфатические узлы в норме могут пальпироваться. Для того, чтобы пропальпировать, что вы должны взять, ребята? Это подмышечные лимфатические узлы пальпируются с использованием или салфетки, или вы берете какую-нибудь вещь больного. Для чего? Для того, чтобы предотвратить скольжение в области подмышек. Мы знаем, что очень много желез, которые секретируют потовых желез, и поэтому, чтобы предотвратить неприятный казус и правильно оценить, корректно оценить, вы должны взять какую-нибудь салфетку или халат исследуемого, одежду. И что вы делаете? Одной рукой вы фиксируете исследуемое плечо, например, одной рукой я фиксирую, второй рукой я иду вверх до конца, за грибушками беру лимфатические узлы, прижимаю к грудной клетке, обязательно нужно прижимать к грудной клетке, и прокатываюсь по ним подушечками пальцев. Это я проделываю с одной стороны, проделываю с другой стороны. Видите, да, позицию рук. В интернете вы можете встретить разные методики пальпации, ребята, лимфатических узлов, подмышечных лимфатических узлов. А у нас во время сдачи экзамена вы должны пропальпировать именно так. И наши преподаватели тоже будут вас просить использовать именно эту методику пальпации. Локтевые лимфатические узлы или кубитальные в норме не пальпируются, они расположены в суркус бицепитализ. Посмотрите, как я пальпирую эти лимфатические узлы. Я беру, да, фиксирую конечность, да, руку больного, затем, что делаю? Правой рукой, да, левой рукой я пальпирую подушечками пальцев в желобке двуглавой мышцы. Следующая группа – это паховые и подколенные лимфатические узлы. Паховые в норме пальпируются. Они располагаются по ходу паховой связки. И в норме они могут пальпироваться. Каждый из вас обязательно должен пропальпировать у себя эти паховые лимфатические узлы. Подколенные лимфатические узлы могут пальпироваться в двух положениях. Или когда больной стоит с согнутыми ногами, да, или когда больной лежит на животе. Тоже пальпируются в подколенной ямке, но подколенные лимфатические узлы не пальпируются в норме. Могут пальпироваться при каких-либо патологических процессах в нижней конечности, когда они начинают становиться коллекторами, да, чтобы не пропустить вот эту инфекцию вверх, да, и начинают увеличиваться. При пальпации лимфатических узлов, если они пальпируются, ребята, то обязательно вы должны дать характеристику. Конечно, в первую очередь мне бы хотелось бы вот это вот сюда выделить, да, в первую очередь количество пальпируемых лимфатических узлов. В норме, если лимфатические узлы пальпируются, например, мы уже сказали, что пальпируются под нижней челюстной лимфатические узлы, да, пальпируется акселярная группа или подмышечные лимфатические узлы, паховые лимфатические узлы. Если пальпируются, то вы говорите, пальпируются там один или два лимфатических узла, единичные, а затем вы оцениваете величину, то есть диаметр лимфатических узлов в норме, он не должен превышать 0,5 сантиметров, примерно он с размера горошины. Если увеличивается, то вы говорите размер, может 2 сантиметра, иногда может быть увеличен сберетский орех, например, мы видели с нашими студентами в институте гематологии, у больного с лейкозом, с хроническим лимфолейкозом, прям увеличенные большие затылочные лимфатические узлы, прям с орехами были такой же плотности, поэтому обязательно нужно оценить величину и консистенцию. В норме они мягкие, эластичные, но при патологии могут быть плотными. Далее оценивается подвижность, в норме узлы подвижные, оценивается отношение кожи, подкожно-шировой клетчатки между собой, это спаянность, да, в норме лимфатические узлы не спаяны с окружающей тканью, а если спаяны, то чаще всего это бывает при лимфангитах, при воспалительном поражении лимфатических узлов. Далее оценивается чувствительность и болезненность при пальпации, в норме лимфатические узлы безболезненно, но если становятся болезненными, то это говорит тоже о воспалительном процессе. Далее идет исследование сосудистой системы. Это, конечно же, включает в себя исследование артерий и исследование вен. Артерии для чего нам нужны? Это, конечно же, у нас центральные артерии, большие, да, магистральные артерии и периферические артерии, для того, чтобы мы смогли там пропальпировать пульс, да. Где, в каких отделах, в каких артериях мы пальпируем пульс. Это, конечно же, темпоральная артерия, песочная артерия, сонная артерия, плечевая, лучевая, локтевая, бедренная артерия, подколенная артерия, задняя большоборцовая артерия или артерия тебиарис пастерьеор и артерия тылу стопы, торзалис педиста. Что мы делаем? Пальпация у пульса имеет огромное значение. Вы должны понять, что свойства пульса мы измеряем на лучевой артерии, определяем на лучевой артерии. И всегда нужно на лучевой артерии определять, пульс с обеих сторон одинаковый или различный. Вот это различный по наполнению и напряжению пульс называется pulsus difference, различный. Чаще всего различный пульс может свидетельствовать о серьезной патологии. На моей памяти одна история, когда к нам в отделение неврологии поступает больная с клиникой острого нарушения мозгового кровообращения, с клиникой инсульта, геморрагического инсульта. Но обследовав, она теряет сознание, она не может встать, очень слабая. Но исследование КТ показало, что у нее нет инсульта. Мы не можем поставить диагноз. И к нам приходит невролог, говорит, Нургуля Субековна, пожалуйста, проконсультируйте нашу больную. Мы не знаем, что у нее. Она не может встать, она очень слабая. Хотя у нее нет инсульта, мы инсульт исключаем. Что же может быть? Но я тоже не знала, с чего начать эту больную исследовать. И мы просто пошли со студентами и говорим, давайте пощупаем пульс. И мы взяли вот с обеих сторон пульс. Я смотрю пульс различный, различного наполнения, напряжения с обеих сторон. Тогда мы решили измерить артериальное давление. При измерении артериального давления артериальное давление тоже было разным. С одной стороны было это 90 на 60, где-то, с другой стороны это 120 на 80, что ли было. Но факт то, что давление было разным. Мы тогда задумались, а почему давление разное на обеих руках? И вот когда мы начали исследовать уже сосуды, это оказалась большая опухоль на месте выхода аорты в плечевой артерии из аорты. Вот это формирование плечевой артерии. Там была большая опухоль. Ну и потом, конечно, мы отправили к сосудистым хирургам, удалили эту опухоль. То есть благополучно. Я хочу сказать, что обязательно нужно с обеих сторон исследовать пульс. И это иногда может, знаете, очень хорошо вас подвигнуть на постановку именно такого очень сложного диагноза. Важность именно пальпации пульса, ребята. А что мы можем пальпировать? Мы пальпируем дугу аорты в юремной ямке и сонной артерии. Посмотрите, пожалуйста, как я пальпирую дугу аорты. Что мы делаем для этого? Для этого больной должен расслабить шею, согнуть голову. Далее я пальпирую, захожу за юремную вырезку и ощущаю биение аорты. В норме аорта не пальпируется. Вот здесь где-то проходит дуга аорты, ребята. Но если у нас при некоторых заболеваниях бывает аневризма аорты или, скажем, недостаточность аортального клапана, вот в такой ситуации дуга будет выпячиваться и вы будете чувствовать пульсацию. Следующее – это сонная артерия. Обязательно сонную артерию. Видите, да, я пальпирую спереди, вот стерноклейда мастеидез. Вы прижимаете артерию к сонному богорку и пальпируете с обоих сторон. Вот уже другая постановка руки, да, с обеих сторон спереди, с терноклейда мастеидез, пальпируется сонная артерия. Височная артерия пальпируется в височной области. Подключичная артерия пальпируется в подключичной и надключичной области. Посмотрите, с обеих сторон я пальпирую височную артерию, видите, да, двумя пальцами. Подключичная артерия. Вот начало подключичной артерии пальпируется над ключицей, а далее пальпируется в подключичной ямке. Видите, да, надключичной и подключичной. Это называется подключичная артерия, ребята, тоже обязательно в 100% случаев пальпируется. Пальпация подключичных артерий, смотрите, да, за позиции руки. Далее подмышечная артерия. Для того, чтобы пальпировать артерии, всегда нужно прижимать к кости, ребята. Поэтому вот, например, подмышечная артерия при пальпации прижимается к головке плеча в двух положениях, с опущенной или горизонтальной поднятой руки. Вот вы видите с опущенной и горизонтальной поднятой руки. Далее, вот еще раз пальпация подмышечных артерий. Плечевая артерия пальпируется в суркус бицепиталис, да, медиалис, посмотрите. Для этого я беру, фиксирую руку пациента. Далее, смотрите, в суркус бицепиталис я пальпирую своей левой рукой, да, видите, тоже прижимаю эту артерию к кости и чувствую пульсацию. Пальпация плечевой артерии заново, да, вы видите, начало и конец плечевой артерии, вы видите, да. Далее, лучевая артерия на передней поверхности предплечья, кнаружи от сухожей, сгибателей, на максимальные лучи запястного сустава пальпируется лучевая артерия. Здесь же на лучевой артерии мы определяем свойства пульса. Сначала мы пальпируем с обеих сторон, затем, если вы видите, что пульс одинаково ритмичный, а правильного, одинакового наполнения напряжения, тогда вы можете перейти и следовать далее только на одной руке. Локтевая артерия мы, конечно, пальпируем реже, находится на ладонной стороне предплечья, кнутри от сухожилия, сгибатели проксимальные и пальпируется немного хуже лучевой артерии, но вы тоже можете ее пальпировать, видите, да, с обеих сторон. Когда вы пальпируете плечевую, лучевую и локтевую артерии, обязательно вы пальпируете тремя пальцами. Далее, брюшная аорта и бифуркация аорта, особенно у людей, у которых дряблая передняя брюшная стенка, или слаборазвитая, или они худые, да, у них даже визуально можно видеть, когда они лежат, можно видеть биение брюшной аорты, да, вот с вами это бифуркация брюшной аорты, вот пальпация брюшной аорты. Наружная подвздошная артерия и бедренная артерия, вы видите, наружная подвздошная артерия пальпируется с обеих сторон ниже пупка, да, видите, с обеих сторон ниже пупка биение, и бедренная артерия, обязательно нужно пропальпировать тоже бедренную артерию, это очень мощная артерия, там, где высокое артериальное давление, ребята, И подколенная артерия пальпируется в подколенной ямке, видите, да, каким образом вы пальпируете подколенную. Далее две артерии, задняя большеберцовая артерия и артерия тыла стопы, вы видите локализацию задней большеберцовой артерии, и вы видите, вот каким образом я пальпирую, видите, да, вот кнутри, да, я пальпирую большеберцовую заднюю артерию и артерию тыла стопы. Вот у нас первый палец, да, и вот ближе к первому пальцу вы пальпируете. Это еще зависит от сосудистого рисунка, индивидуального сосудистого рисунка. Артериальный пульс, свойства пульса, мы говорили, что оценивается на лучевых артериях, и сначала оценивается на двух руках, затем оценивается на одной руке. Какие же свойства пульса? Это ритмичность, частота, напряжение, наполнение, величина и форма. Ритмичность – это равенство интервалов между пульсовыми волнами, иногда может быть пульс аритмичный, ну, это при иммерцательной аритмии, при экстрасистоле. Обязательно вам нужно считать частоту пульса, ребята, и частота пульса в норме от 60 до 80. Если у нас превышает 80, скажем, больше всего мы говорим о 90, да, превышает 90, мы говорим тахикардия, менее 60, мы говорим брадикардия. Обязательно нужно считать дефицит пульса. Что такое дефицит пульса? Вот два студента или два врача, один надевает фонендоскоп и начинает считать частоту сердечных сокращений у больного, а второй пальпирует и считает пульс. Разница между частотой сердечных сокращений пульса мы называем дефицитом пульса. В норме ЧСС должно быть равным пульсу, но иногда бывает при мерцательной аритмии, скажем, ЧСС 90, пульс 70, а дефицит пульса будет составлять 20. Часто может сопровождать сердечную недостаточность тоже. Какие еще свойства? Напряжение – это сила сдавления артерии, необходимая для исчезновения пульса. И наполнение – это артерии крови во время прохождения первой пульсовой волны после ослабления пережимавшего артерию пальца. На этом рисунке более детально вы можете узнать, как измеряется наполнение напряжения. Вот смотрите, вы пережимаете лучевую артерию тремя пальцами. Крайний палец вы пережимаете, откуда идет кровь, например, четвертый палец, откуда идет кровь. Вы пережимаете, и вот здесь вы чувствуете, какая сила нужна для того, чтобы вот эти два пальца чувствовали отсутствие пульса. Например, вот это и будет называться напряжением пульса. И наполнение. После того, как вы опустили, кровь начала заново пребывать, и вы вот этими двумя пальцами чувствуете, какова же скорость наполнения. Это называется наполнением и напряжением пульса. Величина пульса – это величина, на которую поднимается пульсовая волна пальпирующего пальца. Это по величине может быть большим пульсом и малым пульсом. Форма пульса – это скорость подъема снижения пульсовой волны. По скорости может быть быстрый пульс при артерной недостаточности, это может быть декротический пульс, это может быть медленный пульс и нитилинный пульс. Далее мы пульс используем для того, чтобы измерить артериальное давление, как вы помните. Мне кажется, мы можем недолго останавливаться на измерении артериального давления. Многие из вас на занятиях по сестринскому делу уже проходили, какие же есть условия для измерения артериального давления и положения больного. Единственное, мне бы хотелось остановиться на том, что разница более 5 мм трубного столба между обеими конечностями должна вас подведать на дальнейшие исследования. И также мне бы хотелось, чтобы вы поняли, что обязательно давление нужно измерять не только на руках, но и на ногах. Иногда могут быть такие заболевания, как картация аорты, может быть эндоартериды или, например, синдром Токаясу, не специфические аорты, артериды, когда на нижних конечностях пульс иногда может отсутствовать или может быть ослаблен вместе с артериальным давлением. Обязательно нужно измерять пульс на ногах и на руках. Ну, конечно, при измерении давления на ногах нужна соответствующая величина манжета. Венозная система обязательно оснесследуется. Вы должны помнить, что, например, шейные вены, они не пульсируют в норме, пульсируют только артерии. Если же начала вену пульсировать, это говорит о какой-либо патологии. Вот посмотрите, у данного пациента мы видим расширение вен. Для того, чтобы понять, где же артерия, где вены, ориентируйтесь, пожалуйста, на стерноклейдомастейдрис. Вот это мышцы. Все, что кнутри, это будет артерия, а снаружи это будут вены. Иногда вот такая расширенная вена с положительным пульсом может свидетельствовать о недостаточности трикоспидального клапана. А вследствие, скажем, расширения правого желудочка, чрезмерное расширение правого желудочка, может тянуть за собой кольцо, вот это клапанное кольцо, и давать обратный ток крови в сторону вены. Варикозное расширение вен нижних конечностей, это опасное состояние, в которое вы должны дифференцировать. Обязательно отправлять больного на ультразвуковое исследование с доплером сосудов, потому что в них давление низкое, и это хорошая предпосылка для формирования тромбов, и любой тромб может оторваться, попасть в полость правого желудочка, а затем в легочную артерию. А мы знаем, что тромбоэмболия легочной артерии дает высокую смертность, до 90% высокой смертности. Конечно, это будет зависеть от уровня заблокированной артерии, но в то же время может давать высокую смертность. Далее, ребята, грудная клетка. Осмотр и пальпация грудной клетки. Обязательно нужно сначала осмотреть больного. Мы помним, что при осмотре больного мы должны понять, у больного какое положение – активное положение, пассивное положение или вынужденное, которое мы проходили на прошлой лекции. Если у больного вынужденное положение, он лежит на боку, чаще всего лежит на больном боку, это говорит о плеврите, например, поражении плевры, сухое поражение плевры, да, или абцессии легкого, субплевральном расположении абцессии. Если положение больного ортопноя, то это может быть при приступе брокеальной астмы или приступе хоббл. Исследование верхних дыхательных путей. Нужно исследовать свободное или носовое дыхание, провести осмотр наружного слухового прохода, определить болезненность придаточных пазух носа и состояние гортани по тембру голоса. При осмотре грудной клетки оценивается форма грудной клетки, симметричность грудной клетки, участие грудной клетки в акте дыхания, параметры дыхания, экскурсию грудной клетки и иногда мы проводим пробы с задержкой дыхания. Каким образом мы определяем форму грудной клетки? Вот я показываю длину грудной клетки, ширину грудной клетки, передний-задний размер, то есть поперечный размер грудной клетки таким образом определяете и передний-задний размер грудной клетки. Определяете надключичные, выраженность над и подключичных ямах, определяете угол Людовика. Угол Людовика – это место, так называемый шов, который соединяет тело рукоятки с рукояткой, и вот этот угол Людовика, он приходится на второе межреберье. Здесь у нас есть такие опознавательные знаки, ребята, лендмарки, называемые на английском языке, забыла, как на русском будет это, вот эти опознавательные знаки, например, угол Людовика, вот у нас ключица, так первое ребро находится за ключицей, сразу подключиться, это у нас будет какое межреберье? Это будет первое межреберье, затем у нас второе ребро и второе межреберье, вот это второе межреберье совпадает с углом Людовика, вот вы можете вот такой бугорочек здесь пропальпировать. Далее, определение ширины межреберья, видите, что делает врач, ставит руку, пальцы по ходу межреберья, по ходу ребер и определяет ширину межреберья. Далее, определение эпигастрального угла очень важно, видите, да, с обеих сторон я определяю эпигастральный угол, и вот здесь угол, вот в данном случае мы видим угол, он меньше, менее 90 градусов, да, такой характерный диастеника. Различают форму грудной клетки, ребята, физиологические и патологические. Я, ребята, быстро читаю, потому что я знаю, что я его могу затем в YouTube выложить, и вы можете спокойно его писать. И сейчас нет необходимости писать, можете какие-либо заметки только делать, ну, потому я быстро читаю, потому что контент нашей лекции очень большой сегодняшний. Физиологическая грудная клетка, она делится на три типа, нормостенический тип, киперстенический и астенический, и различает патологические формы грудной клетки. Давайте разберем нормостенический, это правильная форма грудной клетки, имеющая сеченный конус, передний-задний размер, о котором я уже говорила, меньше бокового размера, да, бокового размера, надподключичные ямки выражены незначительно, угол ледовика вы видите, отчетливо виден, угол ледовика, и пегастральный угол 90 градусов, ход ребер умеренно косой, лопатки умеренно прилегают к грудной клетке. Вот это у нас нормостеническая грудная клетка, и когда мы будем вас спросить на модуле, например, опишите, пожалуйста, кто это перед вами, какая грудная клетка, оцените, и вы должны говорить нормостеническая грудная клетка, я думаю, потому что и вот это все описать, почему вы думаете, что это нормостеническая клетка. Гиперстеническая грудная клетка имеет форму цилиндра, передний-задний размер грудной клетки приближается к боковому размеру, надподключичные ямки вы видите сглажены, угол ледовика выраженный, и пегастральный угол более 90 градусов. И также вы видите, ход ребер имеет почти горизонтальное положение, межреберные промежутки уменьшены, и лопатки плотно прилегают к грудной клетке. Когда у нас астеническая грудная клетка, форма удлиненная, вы знаете, что астеники у нас худые, они с узкими плечами, такой же узкий таз, конечности длинные, и у них же такая же узкая грудная клетка, передний-задний, боковые размеры уменьшены, надподключичные ямки отчетливо выражены, угол ледовика имеет вид пластинки, его не всегда можно ясно пропопировать, а пегастральный угол менее 90 градусов. Ход ребер, он почти вертикальный ход ребер, и лопатки крыловидно отстают от грудной клетки. Различают еще патологические формы грудной клетки, эмфизоматозная, паралитическая, рахитическая, кипоскалиотическая. Я на них не буду останавливаться, патологические формы грудной клетки мы будем разбирать еще с синдромами, ребята. Но мы должны знать, что существуют такие паралитическая, рахитическая грудная клетка, кипоскалиотическая при кипоскалиозах, варанкообразная, это когда грудь сапожника по-другому называют, углубление в нижней части груди, ладивидная, килиевидная грудная клетка. Как определить симметричность грудной клетки? Определяем по костным ориентирам. Симметричность грудной клетки определяется по уровню плеч, по ключице, по ости и углам лопаток. Обязательно нужно сравнить участие грудной клетки в акте дыхания. Это может быть симметричное, активное, отстает или не отстает. Как вы измеряете участие, определяете участие? Для этого или спереди и сзади исследующий ставит руки на грудную клетку и просит больного сделать глубокий вдох и выдох. Когда больной делает вдох и выдох, одна сторона может отставать. В случае, например, развития пневмонии в одной месте, эта сторона может отставать. В норме должно быть симметричное участие в акте дыхания. Далее определяете параметры дыхания, частоту дыхания определяете, ритм дыхания, определяете глубину дыхания, тип дыхания, грудной, брюшной или смешанный, соотношение вдоха и выдоха. Тип дыхания, ребята, чаще всего у женщин грудной тип дыхания, когда у мужчин брюшной теплее или смешанное дыхание. Определяйте обязательно соотношение вдоха и выдоха. В норме должно быть вдох и выдох равен, да, но иногда такие состояния бывают, например, при бронхиальной астме. Вдох идет и очень удлиненный выдох или экспираторная одышка, мы говорим. Иногда может быть наоборот, затруднение вдоха, да, мы говорим, экспираторная одышка. Обязательно нужно знать соотношение вдоха и выдоха. И даже по соотношению вдоха и выдоха, просто сидя рядом с больным, если вы будете дышать вместе с больным и в голове у себя нарисуете продолжительность вдоха и выдоха, уже будет диагноз в кармане. Определение параметров дыхания. Когда вы определяете частоту дыхания, если вы скажете больному, вот сейчас я буду измерять твою частоту дыхания, больные начнут регулировать ритм и темп дыхания, тогда вы не сможете корректно посчитать частоту дыхания. Просто если вы хотите посчитать частоту дыхания, вы берете пульс, да, якобы считаете пульс, а сами смотрите на грудную клетку и считаете частоту дыхания. Незаметно для больного. Ну это вот такой трюк есть у нас, ребята. Далее. Существует такое понятие, как дыхательная экскурсия грудной клетки. Это разница между окружностью грудной клетки на высоте максимального вдоха и максимального выдоха. Вот такая дыхательная экскурсия измеряется сантиметровой лентой при наложении сзади под углами лопаток, а спереди по четвертому межреберью. И определяете максимально, вы просите больного сделать максимальный вдох, задержать дыхание. Сантиметровой лентой измерили. Далее просите его сделать максимальный выдох и измеряете сантиметровой лентой. И вот эта дыхательная экскурсия в норме должна быть от 6 до 8 сантиметров. Иногда может быть ограничение экскурсии, ребята, это может быть при окостенении реберных вещей или когда больной чрезмерно полный, да, пикфикский синдром, да, может быть. Далее, пальпация. Пальпация грудной клетки осуществляется для определения болезненности, деформации грудной клетки, а также для определения эластичности, резистентности грудной клетки и определения голосового дрожания. Определяется локальная болезненность. Иногда локальная болезненность может быть, скажем, при переломе ключицы, при поражении межреберных нервов, межреберных невралгиях. Иногда могут быть переломы рюберт. Вот в таких случаях может быть болезненность. Иногда может быть мышечная болезненность или болезненность связочного аппарата. Определяется эластичность грудной клетки. Для этого вы сдавливаете грудную клетку в передне-заднем и боковых направлениях, да. Например, при гидротороксе, накоплении жидкости в плевральной полости, эмфизеями легких, при некоторых опухолях могут быть ограничения эластичности, резистентности грудной клетки. Видите, да, вот с обеих сторон я сдавливаю, и вызов в передне-заднем направлении, и в боковом направлении я сдавливаю. Далее, голосовое дрожание. Для определения голосового дрожания, что вы оцениваете? Вы оцениваете вибрацию грудной клетки. Когда больного просите сказать слова, которые, например, содержащие резонирующий звук «р», «р», например, 33, 44, или просто прорычать, да, и при этом вы… Вот это колебание воздуха при произношении звуков, он приводит к колебанию грудной клетки, к дрожанию грудной клетки. И мне бы хотелось постановиться. Обязательно вот тенором, гипотенором вы чувствуете вот эту вибрацию, сравниваете с обеих сторон. Не забывайте о верхушках, видите, да. Обязательное исследование начинается с верхушек и спереди. Затем идете в боковые отделы, и затем на заднюю поверхность грудной клетки. Вот верхушки у нас с обеих сторон сравниваем. Далее, видите, как бабочки, я ложу свои руки на грудную клетку, игнорируя зону, зону локализации сердца, прикардиальную область. Далее с боков, видите. Далее сзади, опять не игнорируя верхушки. Далее я прошу больного раскрыть лопатки. Для этого он обнимает сам себя, да. Далее между лопатками и под лопаткой. Вот здесь находятся углы лопаток, да. Видите, вот в этих отделах я сравниваю голосовое дрожание, да. Нормы голосового дрожания должно быть равно с обеих сторон, одинаково проводиться, вибрировать. Далее, например, в случае, если с одной стороны развивается пневмония, да, может быть ослабление голосового дрожания, да. Иногда при крупозной пневмонии, да, происходит опочинение одной доли, то тогда может быть наоборот усиление голосового дрожания. А если в случае, например, накопления жидкости в плевральной полости, значительного накопления в плевральной полости жидкости, то с одной стороны голосовое дрожание будет совсем не проводиться, не проводится, не определяется. Далее, осмотр, пальпация области сердца. Для чего мы пальпируем область сердца? Мы пальпируем для определения изменений грудной клетки в области сердца при кардиального отдела, да, а для определения толчков, пульсаций и иногда для определения дрожания. Например, есть такой феномен кошачье мурлыканье, да, вот, например, наверное, когда вы либо вы гладили кошку, да, и при некоторых пороках сердца он может давать вот такое дрожание, напоминающее кошачье мурлыканье. Какие же условия осмотра пальпации? Конечно, ребята, есть условия, те же, что при общем осмотре, то есть нужно проводить в прямом боковом освещении, врач должен иметь такие же остреженные ногти, теплую руку, да, исследуемого должно быть. Так, вы должны знать, что в области сердца нет никакой пульсации. Вы видите, при боковом освещении, при прямом освещении нет никакой пульсации, в норме, кроме верхушечного толчка. Только верхушечный толчок может быть и то у худых таких, и особенно если верхушечный толчок приходится на межреберье. Иногда верхушечный толчок приходится на ребро, и тогда тоже он не виден и иногда не пальпируется. Верхушечный толчок, что еще такое? Мне бы хотелось бы здесь нарисовать вам, вот здесь я вам рисую, ребята, вот сердце, да, вот у нас, вы помните, сердце, четырехкамерное сердце, да, вот это левое предсердие, да, верхнее, это левый желудочек. Далее вот здесь легочная артерия, это орта, да, здесь правое предсердие, а вот правое предсердие верхнее, да, а это правый желудочек. Вот толчок левого желудочка, мы говорим верхушечный толчок. В норме, вы слушаете, пальпируется только верхушечный толчок. Где пальпируется верхушечный толчок? Пальпируется в пятом межреберии, локализация верхушечного толчка. В пятом межреберии, ребята, в пятом межреберии пересекается среднеключечная линия на 1,5 см внутри от нее. Здесь пальпируется верхушечный толчок. Для того, чтобы пропальпировать, вы должны прочувствовать гипотенером и тенером. Гипотенером вы ложите полностью, плашмел, ладонь, ложите на пятом межреберии. Только после того, как почувствовали, двумя пальцами вы находите вот этот регион, где пульсирует. Вот здесь мы нашли, смотрите, пятая межреберия по среднеключечной линии на 1 см внутри от нее. После того, как нашли верхушечный толчок, вы должны сказать, где локализуется ритмичность верхушечного толчка, характер, ширину, высоту, силу и смещаемость. Мы уже сказали, где находится. Верхушечный толчок должен быть ритмичным. Иногда по характеру он может быть отрицательным, ведь мы знаем, в норме выбухает положительный верхушечный толчок. Иногда может быть втягивание верхушечного толчка, и мы называем, что это отрицательный верхушечный толчок. Это, конечно же, патология. И бывает при конструктивном перекардите, например, когда у нас перекард сращен с миокардом, и такое состояние может давать нам отрицательный верхушечный толчок. Размер верхушечного толчка. Вот видите, одна подушечка пальца – это примерно 1 см. Верхушечный толчок не должен превышать 2-2 см. 1-2 см – это ширина верхушечного толчка. Иногда может быть разлитой толчок, если у нас происходит дилатация левого желудочка. Высота в норме невысокий, может быть, средней высоты, но иногда при гипертрофии левого желудочка может быть высокий верхушечный толчок. По силе, может быть, едва пальпируется, пальпируется иногда средней силы и усиленный приподнимающий верхушечный толчок. Мне бы хотелось бы сказать, что в третий случай верхушечный толчок может не пальпироваться. Когда, ребята, во-первых, если верхушечный толчок не приходится на межребель, а приходится на ребро, тогда вы можете не пропальпировать. Во-вторых, у людей с чрезмерно развитой мышечной массой тоже может не пальпироваться атлеты, скажем, бодибилдеры. Или у очень тучных людей, где индекс массы превышает, например, 35, скажем, 30-35, с ожирением, у них тоже можете не пропальпировать верхушечный толчок. Следующий толчок, который вы можете пропальпировать при кардиальной области, это сердечный толчок. Но всегда вы должны знать, что это не норма, это патология. Сердечный толчок – это толчок увеличенного или гипертрофированного правого желудочка. Где вы можете пропальпировать сердечный толчок? Локализуется в четвертом межребелье кнаружи от левого края грудины. Не определяется в норме. Видите, где я пальпирую? Видите, тут на рисунке я пальпирую в четвертом межребелье слева, видите, от левого края грудины. Далее, сосудистый пучок. Вы знаете, ребята, что вот здесь у нас находится сердце, вот здесь есть сосудистый пучок, вот здесь есть сосуды, которые отходят от сердца. Здесь три сосуда, ребята. Сосудистый пучок. В пучок входит аорта, легочная артерия и венокава супериор, верхняя полая вена. И вот для того, чтобы вот аорта вот у нас находится справа, легочная артерия слева находится, мы пальпируем пульсацию сосудистого пучка. В норме это приходится на второе межребелье, и второе межребелье не пульсирует. И когда вы пальпируете второе межребелье слева и справа не пульсирует. Как пальпировать сосудистый пучок? Как пальпировать? Аорту, да, вот выход аорты, дуга аорта. Во второе межребелье дуга аорты наиболее близко приходится к передней грудной клетке. И второе межребелье вы пальпируете чем? Тенером, гипотенером. Вы ставите и в норме не пальпируется. Видите, и тоже можете пропальпировать пальчиками, пальцами. Положили пальцы на второе межребелье справа от грудины, это локализация дуги аорты, да, в норме нету пульсации. И также проделывайте слева, если хотите проверить, например, легочную артерию, проделывайте и тоже ставите во второе межребелье слева. В случае, если мы увидим аневризму аорты или, скажем, недостаточность клапана аорты, в этой ситуации может быть пульсация во второе межребелье справа. В случае, если происходит увеличение давления в легочной артерии, легочная гипертензия, скажем, человек долгое время курит, страдает хоблом, хронической обструктивной болезнью легкой, которая осложнилась, легочная гипертензия, в таком случае будет пульсировать второе межребелье слева. Эпигастральная пульсация. В норме не бывает эпигастральной пульсации. Пальпируется в случае тоже увеличения гипертрофии и дилатации правого желудочка. Как пальпируете пигастральную пульсацию? Для этого больной расслабляется, вы заходите, видите пальцами за межребельный отросток, и тогда вы можете в случае, если есть дилатация и гипертрофия правого желудочка, вот тогда вы видите, прощупываете пульсацию кончиками пальцев. Нормы тоже не определяются, да? Дальше. Причинами эпигастральной пульсации мы уже говорили, это увеличение правого желудочка, но иногда может быть пульсация брюшной аорты, которую мы путаем, да, ребята? Так, далее. Пальпация печени. Теперь мы приступаем к пальпации, извините, просто чуть-чуть быстрее, пальпации печени. Пальпация печени, мы называем эту пальпацию бимануальной, бимануальной, потому что обе руки используются. Мы говорили, что печень и селезенка – это органы исключения, где проводят сначала перкуссию, а затем пальпируем, да, для того, чтобы узнать сначала границы, а затем где пальпировать, да. Положение врача, он располагается справа, всегда пациент располагается справа, ой, извините, врач располагается справа от пациента. Левая рука фиксирует грудную клетку, правая располагается по латеральному краю прямой мышцы живота. И обязательно нужно проводить в четыре приема пальпации. Это установка рук, это установка плашмя, да, затем во время вдоха вы просите больного дышать животом, во время вдоха формируете кожную складку, кончики пальцев погружаете вглубь во время выдоха синхронно с дыханием и осуществляете пальпацию кончиками пальцев во время следующего вдоха пациента. В норме печени, в печени пальпируется нижний край печени. Обязательно нужно, если же вы пальпируете печень, то нужно оценить нижний край. Каким образом? Формы, край острый или закругленный край. В норме, ребята, нижний край печени острый. Закругленный может быть при, например, застойной печени или, например, при гепатитах различных. Консистенция, он должен быть мягкой консистенцией, эластичной консистенцией. Иногда он может быть плотным, скажем, при циррозе печени, при гепатитах или других состояниях. Обязательно край печени должна быть ровной. Иногда он может быть бугристое вследствие. Например, цирроза печени, макронодулярном циррозе печени, он может давать бугристость. Или при, скажем, эхинококозе, например, субкапсулярное расположение, кист может давать такую же бугристость. Болезненность при пальпации в норме печени безболезненная, но может давать и болезненность при растяжении капсулы печени. Посмотрите, пальпация селезенки. Селезенку вы пальпируете. Если при пальпации печени больной лежит на спине, то при пальпации селезенки больной принимает позу соли, так называемую. Он лежит на боку, смотрите, да, руки под головой, ноги, одна нога согнута, верхняя нога согнута, нижняя должна быть прямой, да, расслабляется. Врач сидит напротив пациента и пальпирует. При пальпации селезенки тоже бимануально. Видите, одной рукой я фиксирую, второй рукой во время вдоха я иду. Тоже в норме селезенка не пальпируется, даже край селезенки не пальпируется. Если вы даже край селезенки пропальпировали, это будет говорить о спленомегалии, ребята. Тоже четыре момента пальпации. Первый момент больной ложит руку, врач ложит руку, да, на исследуемую поверхность. Далее во время вдоха собирает кожную складку, во время выдоха заходит, и во время очередного вдоха он скользит пальцами и пальпирует, оценивая селезенку. Может быть пропальпирована селезенка при заболеваниях системы крови, чаще это лейкозы, да, при хронических заболеваниях печени, при расстройствах местного кровообращения, скажем, при некоторых острохронических инфекционных заболеваниях, например, малярии может быть, да, когда чрезмерно разрушаются эритроциты в селезенке. Например, при заболеваниях соединительной ткани и других заболеваниях может быть увеличение селезенки. Вот видите, да, в норме селезенка располагается в области левого подреберья на уровне девятого и одиннадцатого рюбер, да, она имеет такую удлиненную овальную форму. Следующее – это пальпация, пальпация живота, ребята. На передней брюшной стенке различают девять областей. Мы видим, да, вот по прямой, по краю прямой мышцы живота, да, мы видим по ребрам, по реберной дуге мы поделили, да, и по гребням воздушной кости мы поделили его на девять частей. И вот видите, это эпигастральная область, это пупочная область, это гипогастральная или лобковая область, да, мы видим и сбоку. Мы видим правое подреберье, левое подреберье, да, правые фланки живота или боковая область, да, левая, и подвздошные правые, левые подвздошные области. Для чего мы должны знать? Иногда мы говорим, больной приходит к нам с болью, мы говорим, покажи пальцем, где болит, вот именно укажи пальцем, где болит. Если указывать эту область, эпигастральную область, чаще всего это говорит о том, что у больного проблемы с желудком или, например, с головкой поджелудочной железы. Если больной показывает правую подреберную область, это, скорее всего, проблемы с печенью или желчным пузырем. Если показывает, например, правую подвздушную область, мы говорим о слепой кишечнике или же аппендиксе, таким образом мы уже изначально можем по указанию узнать, какой орган больного поражен. Пальпацию различает два вида пальпации живота. Различает поверхностную ориентировочную пальпацию и глубокую методическую, она же называется скользящая, она же по методу образцово-строжеска. Обязательно нужно правильно занимать положение. Опять же, вы у нас видите, доктор находится справа от пациента. Пациент расслаблен. Иногда для того, чтобы расслабить переднюю брюшную стенку, вы можете согнуть ноги. Руки у врача должны быть теплыми. Когда вы пальпируете, вы должны смотреть в глаза пациента, дабы в глазах отражается реакция на вашу пальпацию. Когда больно, он, конечно, будет закрывать глаза или говорить вам. Так, методика пальпации проводится, вот смотрите, плашмя, вы положили руки плашмя, поверхностная ориентировочная пальпация. Мы обязательно должны начинать с левой подвздошной области. Всю пальпацию живота, поверхностную, начинайте с левой подвздошной области, затем переходите в правую сторону. Видите, вот здесь схема до эпигастральной области. При поверхностной ориентировочной пальпации живота исследуется, ребята, определяется напряжение передней брюшной стенки, болезненность определяется, болезненность напряжения передней брюшной стенки. Также можете определить расхождение прямых мышц живота. Для этого вы приподнимаете голову пациента и смотрите здесь напряжение прямых мышц живота, и есть ли расхождение их, например, при грыжах, скажем, живота, ребята. Есть очень хорошие методики определения нижней границы желудка. Нижняя граница желудка определяется тремя методами. Методом перкуссии, методом аускульта перкуссии и методом выявления шума плеска. Реже применяем этот метод, но все же применяем выявление шума плеска. Перкуторный метод. Для этого вы просто с побочной области вы идете перкуссией вверх, сантиметр по сантиметру. Он, например, перкутирует, постепенно перемещая, до отчетливого изменения характера тимпанического звука. И тогда это будет нижняя граница желудка. Это самый такой доступный метод. Другой доступный метод – это определение нижней границы аускульта фрикции. Например, вы проводите, ставите панандоскоп на эпикастральную область, а пальцами правой руки, нанося тихие перкуторные удары или же скребущие движения, вы идете в сторону желудка и спокойно можете очертить. Сначала с левой стороны пошли, потом со стороны кубка. И вы можете именно очертить то изменение звука, очертить нижние границы желудка. Это очень хороший метод. И на модулях, на экзамене мы тоже любим спросить у вас, определите, пожалуйста, нижнюю границу желудка. Ну и другой метод – это метод шумоплеска, это перкуторная пальпация. Но для этого мы должны больному дать стакан воды выпить, и затем с помощью перкуторного метода осуществления, нанося небольшие удары, мы определяем, где же у нас появляется этот шум плеска. Ну, реже применяется, ребята, да? Ну, вы должны знать, что пальпаторно мы можем профальпировать только нижний край большой кривизны. Малая кривизна недоступна для пальпации. Посмотрите, как определяется пальпация большой кривизны желудка. Для этого используются тоже четыре момента. Тоже первая – постановка рук, да, идет. Второе – сдвигание кожи, формирование кожной складки. Формирует кожную складку в сторону пупка. Третий момент – погружение пальцев в брюшную полость. И затем с козящим моментом вы определяете нижнюю границу. Норме нижняя граница желудка располагается на 3-4 сантиметра или 3-4 пальца выше пупка. Вот видите, вот в этом месте вы можете определить нижнюю границу. Что же касается глубокой пальпации, вот то, что я рассказывала, это была глубокая пальпация желудка. Что же касается глубокой пальпации или глубокой скользящей пальпации отделов кишечника, то посмотрите, какие отделы кишечника мы можем профальпировать. Это, конечно, сигмовидная кишка, это отделы толстого кишечника. Это сигмовидная кишка, это восходящий и нисходящий отдел и поперечная ободочная кишка. Здесь указаны последовательности. Смотрите, в первую очередь это сигмовидная кишечник, затем это цекум идет, затем идет у нас восходящий отдел, и затем нисходящая и поперечная ободочная кишка. Для того, чтобы пропальпировать, обязательно используются те же методы. Также вы ставите, всегда нужно руки ставить перпендикулярно исследуемого органа. Вот, например, вот здесь у нас сигмовидный кишечник. Мы поставили строго перпендикулярно руки, положили плашмя, образовали складку первый момент во время вдоха, затем входите и начинаете пальпировать. Вот видите, третий и четвертый момент, скользите по органу, сначала оттянули, затем во время выдоха больного животом вы зашли вниз, затем вы во время вдоха прокатились по органу и оценили. Во время оценки обязательно нужно оценить, да, ребята, величину органа, да, размер формы, например, цилиндрическая форма, да, а консистенцию, например, мягкая эластическая консистенция или плотной консистенции, да, болезненность должны оценить. Вот это вы проделываете, начиная с сигмовидного кишечника и далее церковь по порядку, как мы уже сказали. Так, дальше, это те же моменты, да, мы уже говорили, опять же, установка руки, создание кожной складки, погружение вглубь и скольжение по кишечнику. Так, пальпация слепой кишки и еще. Вы меня слышите, ребята? Да, мы вас слышим. Кто-то выполнил выход, поэтому ободочная кишка. И еще раз я повторяю, что во время пальпации, во время пальпации кишечника вы должны тянуть, образовывать кожную складку в сторону, в сторону пупка, везде в сторону пупка, что слепого кишечника, то что сигмовидного кишечника. Так, пальпация печени, мы уже с вами проходили. Вот на этом я заканчиваю свою лекцию, уважаемые ребята. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, я жду ваши.